всем огромный привет сегодня будет совершенно небольшое видео достаточно короткое об итоге работы над этим набором напоминаю что это набор это abris art история любви номер три вышивка бисером я готовлю эти наборы в коридорчик чтобы повесить у себя при входе я думаю что это как раз случится ближе к осени я во всяком случае надеюсь что это может случиться ближе к осени к сожалению у меня несколько заморозился ремонт который мы планировали делать но так как есть материалы обои есть куплены это в принципе надежда все-таки остается что ремонт мы завершим хотя бы в коридоре я смогу повесить туда новые вышивки туда я вышивала свою панельку отриолис и вот на другую стеночку я планирую повесить две вышивки история любви у меня есть еще второй набор вот этот мужчина под зонтом история любви номер один здесь размер чуть побольше а если девушка составляет 210 на 400 миллиметров размер работы это мужчина 260 на 400 то есть он чуть пошире но я не буду сейчас прямо к нему приступать я думаю что я пока все таки буду вышивать крестиком соскучилась я по крестику вот и у меня есть определенные ну не то чтобы претензии к этому набору но некие разочарование не разочарование даже не знаю как это назвать сейчас я к ним перейду когда покажу свою отшитую работу свое отшитое полотно сразу же покажу остатки бисера в принципе всех цветов хватило не могу сказать что как каких-то цветов не хватило хотя некоторых осталось вот достаточно мало штучек 15 наверное хотя ими была большая зашивка что по качеству бисера могу сказать что несмотря на то что это бисер пресиоза написано но я думаю что и пресиоза имеет несколько сортов возможно это не первый сорт каких-то определенных цветов попадается и кривые бисеринки попадается разной толщины бисер то очень толстый то совсем тонкие приходилось конечно что-то калибровать и что-то отметать но наверное это не так уж и страшно я стала вышивать в начале на руках в один прокол мне показалось это очень и очень долго но потом я приспособилась на этом художественном льне как говорит производитель вышивать в два прокола вы могли наблюдать какие-то делаю когда отвечал на вопросы тега и вот в тот же день я закончила эту вышивку вот такой в итоге вид у нее получается что меня смущает в этой вышивке возможно я уже к ней пригляделась и в принципе меня устраивает то что есть на данный момент но как я уже говорила где-то меня смущает вот цвет вот этот цвет бисера здесь он выглядит таким образом это матовый цвет он очень красивый вот отдельно смотрится этот цвет и такой же матовый белый цвет вот матовый белый цвет и вышивки зонта например да вот этот матовый белый цвет здесь сочетается с глянцевым белым цветом и он совсем вот не отражает свет он его поглощает вот на камере эффект как раз немножечко другой ближе наверно к тому к той картиночки которая есть на обложке на обложке у меня такое ощущение что вот этот матовый цвет сочетание с белым он совсем не кажется матовым и зонт в основном кажется белого цвета на вышивке же он какими-то странными пятнами получился то есть вот этим серым матовым цветом потом белым матовым цветом и белый вот этот глянцевый не просвечивающийся мне поэтому вот сам эффект вот этого зонта что получилось у меня нравится гораздо меньше возможно я привыкну не буду на это обращать внимание но мне это нравится гораздо меньше второй момент вот этот белый матовый цвет пришивался на вот этот значок синий синий водочкой белый цвет и синий обводка возможно это синий цвет как-то там еще дал свои оттенки я не знаю я честно говоря вначале думала что стирать ее невозможно однако же здесь черным по белому совершенно скоро написано что при стирке не использовать средства содержащие отбеливатели и скобочка хлор то есть в принципе стирать можно только бережная ручная стирка при максимальной температуре 30 градусов не тереть не отжимать вот я хочу попробовать это полотно постирать ну как бы замочить до посмотреть что получится от моется ли под бисеринками относится ли эти значки потому что они тоже добавляют свой оттенок в картину возможно этот оттенок мне и мешает ее воспринимать так как я ее увидел на титульном листе и как мне захотелось чтобы она выглядела у меня ну вот принципе это все о чем я хотела рассказать связи с этим набором я все равно очень рада что я его закончила я надеюсь что я все-таки приступлю через некоторое время и к этой истории любви и все в этом плане получится так как я задумала а вам огромное спасибо что заглянули ко мне за то что поддерживаете меня в комментариях всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения и всем до новых встреч пока